Итак, сегодня мы говорим о частных пространствах, и я очень рада объявить первого гостя нашего сегодняшнего дня. Это Константин Скотников, известный художник из Новосибирска. Он работает в нашей сфере давно, и одним из самых известных его проектов является участие в группе «Синие носы». Но работал он и соло, и в частности большой энтузиаст современного искусства Константин организовал в своем городе пространство «White Cube». И о нем он будет сегодня рассказывать нам, а помогать ему будет Саша Шостакова, один из участников исследовательской группы «Гаража». Прошу поприветствовать наших спикеров сегодняшних. Пожалуй, я вас попрошу для начала чуть-чуть рассказать про контекст и про ту ситуацию, в которой появилась галерея «White Cube». То есть какие еще на момент появления «White Cube Gallery» Новосибирск были художественные инициативы в Новосибирске, частные, государственные? На самом деле инициатив достаточно много. Здравствуйте, меня зовут Константин. Я, кстати сказать, в преамбуле хочу выразить восхищение вашим проектом. В самом деле впечатляет колоссальная работа по каталогизации инициатив, художественных инициатив во всей России. Я просто потрясен, потому что, вообще говоря, сложилась такая ситуация, что мы-то там вдалеке от культурных столиц существуем и привыкли думать, что о нас не помнят и, в общем-то, и не знают. Помнят, любят, знают. Нет, на самом деле это оказалось далеко не так. И вот мы с Александрой общались просто с большим энтузиазмом. Так вот, так сложилась жизнь, что те инициаторы, те художники в Новосибирске, которые стали, ну так скажем, в конце 80-х, начале 90-х заниматься современным искусством, они все выходцы из архитектурного факультета. Ну, подавляющее большинство, за исключением единиц. В Новосибирске существовал и существует архитектурный факультет. Сейчас он даже называется Университет архитектуры, дизайна и искусства. Ну, тогда это был факультет инженерно-строительного института. И вот под влиянием, кстати сказать, московских бумажных архитекторов во главе с Юрием Авакумовым было подхвачено это движение. Это приблизительно 82-94 год. Ну и, в общем-то, так сказать, основы можно увидеть там. Ну, я думаю, глубже копать не стоит, но не стоит в данном контексте, не стоит. Ну, вот основные инициаторы вышли вот из бумажной архитектуры. Вячеслав Мизин, Дмитрий Булныгин, еще некоторые фамилии. Вот. Таким образом, когда, как бы сказать, сошли на нет инициативы, связанные с архитектурой, и появилась возможность заниматься современным искусством, в общем-то, этот период такой был довольно депрессивный. Это начало 90-х годов, пока, в конце концов, не открылся филиал, новосибирский филиал института «Открытое общество», в скобках фонд Сороса в Новосибирске, и стал поддерживать, ну, некоторые инициативы. Стал приглашать гостей из-за рубежа, из Москвы, и отправлять наших товарищей, ну, по всем городам и весям. Ну, и, кстати сказать, часто за рубеж. Вот. Завязались знакомства, завязались дружбы. И вот, собственно, однажды, однажды, и, ну, собственно, моей супруге от Паулы Беткер, я правильно произношу Беткер, да, пришла депеша такая, вот, пожалуйста, встретьте художника австрийского, который ищет вдохновение далеко на востоке. Ну, в частности, в Сибири. Это был Лукас Пуш, мой коллега, партнер и, собственно, инициатор White Cube Gallery Новосибирск. Так, в четыре слова правильное название – White Cube Gallery Новосибирск. Причем Новосибирск пишется по-русски, а первые три слова по-английски. Но это исключительно Лукаса Пуша инициатива. Но ему почему-то такое двуязычие нравится и, как сказать, вдохновляет его. Ну, к тому времени, к 2007 году, как бы немножко угасла активность группы «Синие носы». Ну, в том смысле, что, во всяком случае, я в меньшей степени стал с ними сотрудничать. Вот. Я занимался кураторской деятельностью в то время и как-то, естественно, откликнулся на вот эту инициативу Лукаса. Сам по себе он появился в 2005 году. В Новосибирске три года мы, ну, так сказать, раскачивались. И вот, наконец, он увидел советские и постсоветские гаражи. И это его чрезвычайно вдохновило. На самом деле, это... Я, например, от чистого сердца считаю это достойным редимейдом. В том смысле, что, ну, таким точным и уместным. Ну, не хочется пенять на знаменитый фонтан, но... Ну, бог ему судья, но мне почему-то кажется, что вот наш гараж настолько уместен. Дело в том, что в 2008 году мы, собственно говоря, начали поиски гаража. И купили гараж в кооперативе у человека с странной фамилией Хрущев. За шесть тысяч рублей мы купили у Хрущева гараж. Когда мы его перевозили, мы обнаружили там оставшиеся вещи, напоминающие нам о том, что хозяин гаража эмигрировал в Израиль. Ну, так или иначе, к гаражу присоединился еще автомобиль ЗИЛ-130. То есть мы ездили в Камень-на-Аби, это город в ста километрах от Новосибирска. В общем-то, специально тоже эпопея была. Это вы говорите о проекте новой Таити, да? Нет-нет, это все еще было перед открытием «Вайт Кьюба». 22 августа 2008 года мы его открыли. Вот на фотографии перформанс художницы Ольги Тейер. И, собственно говоря, вот вместо шампанского бутылочку столичной, вот это «Лукас Пуш» разбивает об угол гаража, ну, как бы символизируя соответствующее плавание. Расскажите, пожалуйста, о тех выставках, которые проходили в «Вайт Кьюб». И особенно интересно, я хотела спросить вас о арт-марафоне «Парник», который проходил в октябре 2008 года. Да, да. Ну, значит, в августе 2008 года «Вайт Кьюб» открылся. «Лукас» благополучно отбыл в свой родной город Вену. Ну, а я остался как управляющий имением, ну, и одновременно куратор галереи «Вайт Кьюб». И начали мы проводить выставки так с чистотой 1-2 недели, ну, стремясь поддержать и предоставить бесплатную свободную площадку для молодых и относительно молодых, в общем, скажем так, молодых художников, которые инициировали такие вот однодневные вечерние выставки. Открыла выставку «Барнаульская художница» Татьяна Абанина. Затем была выставка вот Татьяны Буковой, фотохудожника. Так сказать, у нее произведения несколько, ну, они метафоричные, как на мой взгляд, интересные. И, в общем, даже немножко они, ну, такие болезненные, я бы сказал. Вот, поэтому так она как-то представлена не очень широко. Кстати сказать, открытием галереи является вот Константин Еременко. Ну, я считаю, что это один из лидеров сибирского искусства. И, ну, вот сейчас он, ну, собственно, и на винзаводе выставлялся. И, в общем-то, так сказать, стал достаточно в узких кругах известным человеком. У него очень интересный есть проект под названием... «Экстаз классовой ненависти». А? «Экстаз классовой ненависти». Да, проект называется... Ну, у меня в галерее, в «Экстаз классовой ненависти» была выставка под названием «Экстаз классовой ненависти». А вообще он изобрел такой персонаж, сибирский партизан-сепаратист Лыков, который якобы вот, ну, был в молодости партизаном и вел партизанскую войну. Ну, и так задержался в своем развитии надолго и до сих пор ведет партизанскую войну и борется со всевозможной нечистью на территории государства российского. Ну, вот, в частности, вот, подковывает тотемное животное чебурашку, удивляется, что мы плохо живем, читая газеты и так далее. Ну, в общем, достаточно такой скептический, юмористический человек. Вот, но завершилась деятельность, вернее, не завершилась, а такой кульминацией своеобразной этой деятельности был проект Андрея Курченко и Ивана Дыркина «Артмарафон Парник». Когда вот с 11 до 23 вечера в течение всего дня, через полчаса, через час, ну, художники выходили, показывали свои произведения. Вот эта Янина Болдырева выращивает рыб, так сказать, у нее такой был перформанс, она закапывала рыб головой вниз, потом они всплывали из земли головой вверх. Ну, в общем, такая девушка очень странная и активная. Интересная художница, кстати, в широком смысле, она выпускница вот нашей архитектурно-художественной академии. Да, у нас остается не так уж много времени, поэтому я вас попрошу рассказать о тех событиях, которые происходили, про исчезновение гаража и про то, как галерея «Уайт Кьюб» была в гостях у Ивана Дыркина. Да, да, да. Все закончилось несколько печально. Каждое утро я выходил на работу и проходил мимо «Уайт Кьюба», чтобы проверить, все ли в порядке. Я встречал трех милиционеров, прогуливающихся с собачкой, почему-то именно рядом с «Уайт Кьюбом», почему-то именно самое порядочное и вычищенное нашими четырьмя с «Лукасом» руками место, кстати сказать, мы облагородили, в экологическом смысле облагородили этот участок, просто-напросто очистили его, и там так все было чудесно, великолепно, но почему-то блюли, нас блюли, особенно меня, и все закончилось 26 апреля 2009 года, когда Артем Лоскутов, ну сейчас он в Москве проживает, Артем Лоскутов сделал выставку «Монстрация 2009». Выставка была сугубо такая, ну как бы сказать, в традициях концептуализма, там были в основном планшеты с текстами, и тексты эти были, конечно же, ироничные и смешные, но в частности один из текстов говорит о том, что монстранты, то есть демонстранты такие, как бы веселые, веселые на 1 мая, они должны пройти по главной улице города, подойти к мэрии и усилием воли своих взглядов приподнять мэрию, потанцевать, пожечь костры и разойтись. А, опять же, волей своего взгляда они должны поставить на место мэрию. Юмор не был понят, злонамеренно юмор не был понят, было все истолковано так, что на самом деле хотят на воздух поднять эту самую мэрию. Ну, в общем, вместо того, чтобы с юмором отнестись к инициативам молодых людей, все было, ну, как сказать, за чистую монету обвинено, и, в общем, Артем подвергся соответствующим репрессиям, 27 дней провел в спецприемнике. Ну, в общем, так или иначе, в общем, девятый год был весьма трагический для меня, я, честно говоря, немножко изнервничался. В результате летом приехал опять Лукас Пуш, мы погрузили гараж на грузовик, вот с подиума погрузили на грузовик и начали новый проект под названием «Новый Таити». По следам поля Гагена, Эмиля Нольде и в духе русских передвижников мы поехали в Монголию, но доехали только до границы. С многими приключениями девять ремонтов было. Вот это поселок Иня, нас сопровождал фотограф Евгений Иванов и, кстати, тот же Иван Дыркин. Вот это мы балуемся с Лукасом в поселке Иня, Алтайского края. Да, ну, потом мы поехали в Красноярск на музейную биеннале, получили приз за лучший проект в области паблик-арт. И в 2012 году, после длительного стояния на приусадебном участке Ивана Дыркина, мы доехали, наконец, до арт-колонь, до Кёльна. И, в общем-то, приблизительно тогда, в 2012 году эпопея и закончилась. Да, вот, спасибо вам, на самом деле, за максимально пунктуальный рассказ и максимально подробный. Вот, на этом мы, наверное, будем завершать в основном ваше выступление. Спасибо большое всем послушавшим так внимательно. И спасибо вам. Да, да, и в завершении же ведь я хотел сказать, что я постоянно шутил, что, мол, где все владельцы гаражей должны стать художниками. И в каждом гараже нужно открывать частную галерею. На самом деле, я-то тогда в 2008 году шутил, а в 2015, что мы видим, началось гаражное движение. Постоянно юноши выставляются у себя в гаражах. Причем в гараже переоборудуют в белый цвет, выкрашивают уже и Константин Еременко, Алексей Грещенко, Филипп Крикунов. Уже, по крайней мере, три точно автора в гаражах сделали выставки. Просто буквально какая-то тенденция. Спасибо. Спасибо, Константин. Куда-то он ушел. Гараж в гараже получился. Кстати говоря, в Санкт-Петербурге тоже есть одна инициатива и тоже располагается она в гараже. Продолжение следует...